Это манера его. Это он. Его работы узнаешь сразу же. Это почерк его. Колин почерк. Коля Тарасик. Вот он. Не скрывая восторга, Юрий знакомится с новой экспозицией. Он тоже художник и по совместительству друг Николая Тарасика. Рассказывает манера живописи самобытна, заметна издалека. Она воздушна, изящна, а герой на холстах задумчивый и мечтательный. Они завораживают. К примеру, взгляд супруги художника Ларисы Подоляк чаще всего притягивает картина «Постоянство». Я думаю, что здесь как раз можно тоже как бы узреть вот эту вот ситуацию, медитативная неспешность. То есть, постоять, подумать. А может быть, унестись в грезы. Полотна, словно потертые временем фрески, показывают сюжеты о мире, существующем где-то между небом и землей. Художник рассказал о нем, собственно, разработанным творческим языком при помощи кистей и красок. Некоторые произведения украшены золочением. Это то, что мастер пропустил через себя. Каждая картина состоялась. Каждая картина – это отдельная история, отдельный рассказ. Будь то царская династия, будь то отсылка к Библии. Любая из картин – это целое повествование. И вот эта выставка – это такое вдохновение души. Вот действительно, мы, когда делали вчера, позавчера составляли экспозицию, мы медитировали. Над каждой работой зависаешь, и у тебя просто все твое сознание куда-то растворяется, все куда-то проблемы отступают. Медитативная неспешность – состояние души автора, отметили в галерее. Картины большей части экспозиции созданы за последние два года. Изображены животные, библейские образы, женские, будто за гранью реальности. Каждая картина словно книга о таинственном, мистическом и мечтательном мире. Познакомиться с ним посетители смогут, придя на выставку с 9 сентября по 16 октября в арт-галерее Иркутска. Дарья Макарова, Артур Ращупкин. Новости. Сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok